Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна и мы находимся снова рядом с магазином Маяк на Пулковском шоссе 19. Посмотрим, какие новиночки приехали сюда. И, кстати, на Пулковском шоссе совсем скоро откроется еще один магазин Светофор. У кого есть информация, где конкретно, напишите, пожалуйста. Я знаю, что вроде бы в ТРК масштаб, но я могу ошибаться. Если есть информация, пишите. Не забывайте подписываться на мою группу в социальных сетях, особенно ВКонтакте, на Дзене, в Телеграме и на Рутюбе. Пошли смотреть новинки. В магазине Светофор, в магазин Твояк, оказывается, уже приехал новогодний ассортимент. Естественно, мы с вами сегодня все посмотрим. Например, новогодние украшения 24 штуки, 6 сантиметров в диаметр, видимо, самых больших шаров, стоят 357,50. Простые новогодние колпаки войдутся вам в 38 рублей. Украшения новогодние подвесное 53,90. Все любители Светофоров, Майков помнят эти украшения, они были и в прошлом году. Обыкновенная верхушка на елку 95 рублей. Обычно их всегда не хватает. А рядом вот такой волшебный снег, волшебная зима. 97 рублей стоят здесь 250 миллилитров. Очень выгодно покупать в низкоценовых магазинах пакетики подарочные. Если вы зайдете на Wildberries, на зону Яндекс.Маркет, другие маркетплейсы, вы увидите, что самый простой пакетик, может, рублей 60-70 стоит здесь. Пакет размером 18 на 23 на 8 сантиметров обойдется всего в 38 рублей. Так, я сегодня, пожалуй, возьму. Пакетики маленькие есть разные, разный дизайн, очень симпатичные. К сожалению, только тематические на Новый год. Даже вот такой пакет размера М, так его назовем, обойдется всего в 62 рубля. Недавно, на День учителя, я на Wildberries покупала тематические пакеты с надписью «Днем учителя» или «Лучший учитель». В общем, по хорошей цене они были 70 рублей, но они были маленькие, как вот эти. А вот такие большие уже гораздо дороже. Здесь, напомню, 62 рубля подарочный пакет 26 на 33 и на 12 сантиметров. Можно заранее на 23 февраля вот такие пакеты за 38 рублей приобрести. Вот ровно такие же были в светофорах в прошлом году. Смотрите, какая красота. Такой большой пакет обойдется в 82 рубля. Тут много интересных вариантов. Еще вот такие печенюшки и ветка с игрушками. В 68 рублей можно приобрести гирлянду проволочную светодиодную для использования внутри помещений. 10 метров здесь, 100 LED ламп, 8 режимов свечения. Напомню, в светофорах очень быстро новогодний ассортимент разбирают, потому что действительно хорошие цены. Гирлянда занавес, холодный цвет, 3 метра, 8 режимов, 180 LED ламп обойдется в 600 рублей 96 копеечек. Еще одна гирлянда под названием Вьюга. Здесь 72 лампы, 8 режимов, прозрачная нить, не нагревается, мультиколор 293 рубля. Гирлянда для использования внутри помещений, 2 метра длина, 100 LED ламп, 8 режимов, прозрачная нить, 392,50. Еще одна новогодняя гирлянда за 327 рублей, вот такая 100 LED лампа, длина 10 метров, 8 режимов, мультиколор. Гирлянда линейная для использования тоже внутри помещений, 12 метров, 120 LED ламп, 8 режимов, 222 рубля. Еще вот такая простая новогодняя гирлянда нить. 134 рубля, это набор украшений, точно такой же набор был и в прошлом году, я его хорошо помню. Здесь и звездочки, и елочки, все разных цветов. Гирлянда светодиодная с фигурками для использования внутри помещений, обойдется она в этом году в 531 рубль. И смотрите, по сравнению с прошлым годом тоже немножко другая гирлянда. Здесь вам и олени, и елочки, и новогодние игрушки. 92 лампы здесь, LED лампы, 2,5 метра и 8 режимов. Сама нить прозрачная, мы с вами хорошо помним, что такие гирлянды были со звездами в прошлом году, продавались они в светофоре примерно по такой же цене. Новогоднее украшение на окна, 133 рубля. Три в одном, многоразовое использование, табличка на ручку двери, письмо Деда Мороза. С золотыми блестками идет это украшение. Ну это одноразовая вещь, но она и стоит, зато здесь 133 рубля всего. Можно совсем простые украшения купить, вот такие 64 рубля. Сейчас в садиках, в детских садах, в школах тоже классы и группы будут украшаться, вот можно заранее приобрести. Новогодний ассортимент очень стандартный, еще за 90 рублей. Вот такая хлопушка, она сейчас тоже будет во всех сетях. Кстати, в ленте пока еще новогодний ассортимент не выложили. Ну и последняя, за 178 рублей, знакомая всем, лампа для вечеринок, так она называется. Хожу сейчас мимо напитков, и вот смотрите, здесь есть квас желтая бочка, 113,90. Напитков вообще очень много, вот такой квасной напиток, окрошечка, он называется 47,60. Обычно на напитках, в маяках я почему-то не останавливаюсь, уж очень большой выбор. Нектар, доктор Джусс, он называется, 78,30, со вкусом яблока. Светильник-прожектор появился в маяках, вот такой, 6500,30 ватт, 233 рубля стоит. Кстати, светильник в маяках приличный. Светодиодный фотон, 6 ватт, 181,10 цена. Лед без мерцания, блок питания в комплекте у этого светильника. Кроссовки мужские и женские, сделаны они не очень качественно. На мой взгляд, 37-й, 45-й размер. Вот то, что я видела в магазине светофор, выглядело гораздо лучше. 615 рублей, здесь и мужские, и женские. Сейчас акцентирую свое внимание на том, что в магазине маяк есть вот такая акция. Это товары без наценки. Не знаю, как часто меняется эта акция, нужно почитать, посмотреть. Но вот, например, так она обозначена. Пишет маяк нам старую цену и обозначает новую. Такая цена сейчас 53,50 на вот это мыло для стирки MyTeddy, 120 грамм. Разница, как вы видите, даже на таком недорогом товаре 9 рублей. Недели две назад мы с вами были здесь в маяке. 447 рублей. Вот такая банка с крышкой. Это Аполло, здесь крышечка бамбуковая. Посмотрим, все-таки, может, что-то новое из посуды привезли. И вот эту посуду тоже целый комплект. Я вам показывала, здесь есть и белого, и черного цвета, и салатники, и тарелки. Все ценные называла. Кстати, не забудьте посмотреть мой последний ролик из магазина Sweet House, который расположен на ТРК-масштаб, Шереметьевская улица. Это тоже Пулковское шоссе. Здесь совсем недалеко на самом деле. Там магазин ленты еще. Так вот, там это магазин а-ля Икея. И там много вот подобной посуды. Эти стаканы мне в тот раз очень понравились. Это компания Паша Бахче. Цена такого стакана-бокала 66 рублей 80 копеек. Еще раз покажу посуду белорусского производства. Это Добружский или Добружский фарфоровый завод. Напомню, есть вот такие красивые тарелки. В этой серии есть и десертные, и большие тарелочки. Например, 24 сантиметра тарелочка стоит 278 рублей. Еще такой вариант дизайна. 20 сантиметров тарелка обойдется в 206 рублей. И, кстати, какое удивление было у меня, когда вот ровно такие же коробочки я увидела и в светофоре, в коммунаре. Кому нужна такая коробка, можете проехаться. Она называется корзинка с крышкой Leafs 10 литров, цена 273 рубля, размер 33 на 22 на 17 сантиметров. Единственное, здесь в маяках есть еще маленькие такие корзиночки Leafs 4 литровые за 95 рублей. Представлены они в двух расцветках, темно-серый и бежевый цвет. Вот есть в этом магазине еще баночки. Обратите внимание, они на самом деле актуальны и сейчас. Сейчас самая такая хорошая пора для квашений всевозможных овощей. Еще раз повторюсь, обязательно квасьте капусту. Квашеная капуста очень полезный продукт. Но помимо капусты можно квасить не только, вернее капусту можно квасить, но и любые другие овощи. Вы закладываете такие овощи в баночку и заливаете следующим раствором. На 1 литр 50 грамм соли. То есть 5% раствор соли 3-4 дня держите при комнатной температуре, потом убираете в холодильник. У вас готова прекрасная закуска. Малютка табурет складной, туристический. Зорк он называется. Немножко другие табуретки, нежели мы с вами в светофорах видели. Вы знаете, качество этой табуреточки мне не нравится. Ну, начиная вот от этого, заканчивая вот здесь как-то все сделано. 220 рублей, 23 на 23 на 28. Но если приспичило купить такую табуретку, ситуации разные бывают, вот можно здесь приобрести. Какие табуретки есть в наличии, почему показываю, они белого цвета. Обычно такие теплые, всегда привозят. Высокий 28 на 28 на 45, цена 293,80. Осталось немного. У меня ощущение, что была инвентаризация на самом деле, потому что на всех ценниках указано количество товара, которое осталось в наличии. Вот, например, эти тазики 184,20. И вот эти, видите, со створками контейнеры. Их же завезли сейчас все топоры. Здесь они стоят 458 рублей. Очень удобный, объем 40. 5 литров. Вообще надо бы, наверное, в этот магазин приехать еще недельки через 2 после инвентаризации. Потому что сейчас я сильно много новинок не наблюдаю. Есть средства для ковров 3 в 1, лимон 450 грамм, жидкие 250 рублей 60 копеек. Да, сезонных товаров много. Кстати, мне муж очень рекомендует уже колеса поменять на моей машине, потому что в Питере уже совсем скоро выпадет снег. Вот такой прогноз нам дают синоптики 119,60, антилед. И здесь в одной упаковке 4 литра 350 миллилитров. Я вам просто покажу, сколько здесь этого антильда. И еще с той стороны тоже палетки. Для посудомоечных машин все хорошо узнают. 152,30 за 30 штук цена. В прошлый раз еще пока не поменяли вот эти ценники товары без наценки, потому что я помню, что эта губка на нее, видите, на простейшую губку даже разница в цене 5 рублей. На одной губке экономия 27,20 она стоит по вот этой акции товары без наценки. Губка кухонная 84 рубля, цена за 10 штук. Крем гель для душа, не помню, в прошлый раз 118 рублей. Макадамия и лотос питательный. Экси он называется 400 миллилитров здесь. Крем гель для душа 143,40, 400 миллилитров. Свежесть и заряд цитруса. Завезли тоже сравнительно недавно. Крем гель для душа, байфа, йогурт, алоэ вера, 750 миллилитров, 226,90. Химия радует нас акцией, что бывает, в принципе, очень редко. При покупке одной штуки вот такого средства для очистки газовых и электрических плит. Второе вам дарит компания Маяк в подарок, скажем так. 59,30 стоила раньше одна упаковка, теперь можно приобрести сразу две. Чистящие средства для кухни Сад Элит, 600 миллилитров, 132,70. Производство Вологодская область. Житель воздуха Симфони 89,20. Цена за 300 миллилитров. Морской бриз. Фетки Биокос для детей, 72 штучки, 84,90. В магазине Маяк широкий ассортимент стиральных средств. Но вот это явно новая поставка. Лос Колор Тотал. Чистота, яркость, свежесть, плюс экономичность 709 рублей. За 5 килограмм 400 грамм. Порошок Ума Бриллиант Профессионал. 3 килограмма 330 рублей. Кстати, вот этот белорусский порошок Мара. Его мне очень хвалили. 371 рубль 20 копеек за 3 килограмма. Пара без наценки. Возможно, он был и в прошлый раз. Это чай черный байховый. Шинли он называется. Смотрите, какая разница. Значит, без акции 141,50. А так 125,90. Здесь стоит озерчай, на самом деле. А акция на вот этот чай. Хорошая выгода получает. Туалетную бумагу не показываю каждый раз. Просто у этой уж очень яркое оформление. Туалетная бумага Экобум. Двуслойная, 24 штуки. 100% целлюлоза. 295 рублей. Сегодня дошла до продуктов. Потому что на самом деле ждем новинки в маяке. На Пулковке. Их не так много. Сладости восточные. Сахарные. Казинаки из воздушного риса. 192 рублей. Пожалуйста, еще один товар по акции. Товары без наценки. Жалко, что не пишут до какого числа. Вот эта акция здесь. На конкретно этот товар. Крекер. Любятова янтарный с солью. На самом деле с сыром. С солью и сыром. 104,60 по акции. Без акции 117,60. Вот смотрите. Еще, пожалуйста, 13 рублей разница. То есть, если в принципе все покупать по этой акции, то там набежит хорошая сумма экономии. Балаковский кондитер. 83,80. Вот такое печенье сахарное к чаю. Классическое. А Балаково это Саратовская область. Пищекомбинат Балаковский. Он нам уже хорошо известен. Кукурузные Кузя. 61,40. В магазинах Светофор сейчас завозят такие кукурузные палочки. Я их, кстати, от Кузи с удовольствием беру. Очень вкусные хлопья тоже достойные, я уверена. Полезный завтрак. Натуральный продукт. Источник витамий. Новый сэндвич от Яшкина. 180 грамм. 62 рубля. Вот эту пасту тоже многие узнают. Многие любители Светофора в том числе. 140 рублей она стоит. Шоколадно-ореховая паста. И еще подушечки с вкусом банана. Леонардо. 250 грамм. 69,40. Цена. Я сегодня нахожусь в поисках вот этих ценников. На самом деле их не так много товаров без наценки. Еще один товар. Арахис глазури. С вкусом в ассортименте. Значит, без акции. Цена 96,30. А с акции. Это цена за 30 грамм. 85,70. Еще соответственно 11 рублей в копилочку. Товар по этой акции. Значит, но на самом деле помню его с прошлого раза. Это окорок по домашнему. Вкусные обычаи. 325 грамм. 101,90. Это новая цена. 114,50. Старая мы зачитывали с вами состав. Мне он понравился не сильно. Это новинка. Вечина знатная свининная. В такой вот баночке. 110,90 за 325 грамм. Производитель Великий Новгород. И в составе свинина мясо. Цыплят. Бройлеров. Мехобалки. Вода. Мука. Соевая. Крахмал картофельный. Животный белок. Соль. Припосолочная смесь. Стабилизаторы. Регуляторы. Желирующие агенты. И так далее. Вот это тоже новиночка. Желудочки. Птичьи по-старорусски. 350 грамм. Баночка. Здесь ключ. Приятно. 100 рублей 30 копеечек. Производство Великонавгородский мясной двор. Поставка от этого производителя была. Желудки. Цыплят. Бройлеров. Вода. Лук. Морковь. Соль. Вот. Вот он состав. Тех консервов, которые бы были. Брала лично я. И на по-домашнему консервированная. 325 грамм. 114,50 грамм. Это тоже Великонавгородский, наверное. Да. Великонавгородский мясной двор производят. Ну и составчик опять. Вода. Свинина, вернее, вода. Посолочная нитритная смесь. Стабилизаторы. Растительный берлок. Сельдерей. Сироп. Глюкоза. В общем, обильный состав. Сердечки куриные. В железной банке. В собственном соку, кстати. 350 грамм. 132,20 грамм. Тоже Великонавгородский мясной двор. Сердца. Цыплят бройлеров. Вода, лук, морковь, соль. Все. Ну и опять эта волшебная надпись. Киоданской кухни без кусточек. 90 рублей 60 копеек за 300 миллилитров. Маслины 86,70 за 300 миллилитров. Мука предпортовая приехала в новой большой упаковке. 5 килограмм обойдется вам в 230 рублей. Мука предпортовая. Прекрасный, хорошо зарекомендовавший себя производитель. Цена за 5 килограмм. Вот мука подешевле, пожалуйста. Высший сорт по бабушкиному рецепту. 2 килограмма обойдется в 66,90. Можно купить предпортовую муку и в маленькой упаковке. 104,30. Цена за 2 килограмма 200 грамм. От Увелки большой ассортимент. Например, вот такая пшеничная крупа. 59,50, 650 грамм. Тоже что-то новенькое, выгодная покупка. Пишет нам производитель макаронных изделий. Грант Мулина. 73,20 за 700 грамм. Нас не обманишь. Мы идем вот сюда. 12,5 грамм белка на 100 грамм продукта. Ну, подходит нам. Колес от Увелки еще 27,60 за 400 грамм. Еще крупа ячневая. Кто любит, расскажите нам рецепты с ячневой крупой. Как вы ее готовите. Чистая отборная крупа. 36,30 за 600 грамм. Вставка от Увелки еще круглозерный рис. 1,5 килограмма 190 рублей. Я, конечно, в погоне за вот этими чудесными ценниками товары без наценки. И что мы с вами видим? Горох отборный, колотый от Увелки. Тоже, пожалуйста, 6 рублей на одной упаковке. Если вы покупаете несколько, приятная. Будет бонус 58,80 и цена по акции 52,30. Вот такой соус Гурмикс. Нужен-ужен. Это новиночка. 50 грамм 63,80. Шеф-соус для запекания курицы с румяной корочкой в духовке. Без консервантов, без глутамата. Написан рецепт, как все это сделать. Вам понадобится колень куриная, картофель, масло подсолнечное. Вот такой соус 63,80 за 50 грамм. Он еще есть для оплова с курицей. И сациви из курицы, кстати, интересно. Вам понадобится филе куриного бедра, лук репчатый, чеснок, сливки 10%, масло подсолнечное. И вот такой соус. В наличии вот такая аджика кавказская 120 грамм, 102,30. Кстати, пока помню, господа, у кого есть огород, сад огород, очень выгодно выращивать базилик. Я зашла, посмотрела, сколько сейчас стоит соус песта, которого я наделала. Банок 10, наверное, по 300 грамм. Одна такая баночка стоит 350 рублей. Это еще самый дешевый вариант. То есть базилик выращивать очень выгодно, вкусно, полезно. Аджика кавказская 120 грамм, 102,30. Здесь составчик приличный. И производит этот продукт. Ленинградская область, Гатчинский район. Кук профи называется компанией. Здесь же по этой же цене горчица русская. Ну и куда без Валдайского погребка. Салат Зеременский 76,70 абсолютно во всех сетях. Он представлен в том числе в ленте. И кто-то мне писал, что то ли не во вкусе, а в азбуке вкуса тоже есть этот салат. Там цена, тоже есть этот производитель. Цены там совсем другие. И перец также в наличии 103,10. Но мне кажется, это очень выгодно брать в светофоре. Там цена еще дешевле. Писовать овощи и фрукты в индивидуальной упаковке. Вот такой виноград 116 рублей 80 копеек. Также есть в наличии киви 159,30. Но честно скажу, уже не очень. Также яблоки сезонные по 69 рублей. И грейпфрут 144 рубля. Поставка не свежая, но вот редиску можно еще повыбирать. Ее цена 126,30 за килограмм. Творога 112,50. Вот такой от Экомилка творог. Он идет 5% 350 грамм. Сыр Виалайф с лисичками, трюфелем или грецким орехом. 120 грамм по 138,70. Рупят многие вот такой сыр кавказский из свежего молока. Умалат без заменителя молочного жира. 266 рублей копченый. Сыр Заботливая хозяйка 127,70. Вариант творога по 152 рубля без заменителя молочного жира. И здесь по весу 500 грамм. Фертильзитор 226,90 за 400 грамм. И рядом Гауда. Такая же цена и тоже за 400 грамм. Копченый сыр Джилл 100 грамм. Азбука сыра 76,80. Этот сыр плавленый сливочный президент сейчас приехал из светофора. И здесь он есть 137,80 за 280 грамм. Соленая от ладоги 410,60 за килограмм цена. Видите, и Тильзитора, и Гауды очень много. И то же самое вот этот президент по 137,80. Он еще есть вот такой. Это с ветчиной и классический. Нормальный, приличный сыр. Что тут еще вам показать? Колбаса сервелат. Астрийская папа может 171 рубль. Хочется вареной колбаски. Можно вот такую молочную небольшую приобрести. 400 грамм. 135,90. Папа может еще окорок по 159,40. Вот такой. И опять же товар без наценки. Он был и в прошлый раз. Я надеюсь, акция сменится. Мы приедем и с вами посмотрим обязательно. Колбаса вареная докторская. В нарезке 9 рублей на одной вот такой малюсенькой. Упаковка. Палочку колбасы папа может 292,30. Цена за килограмм вот такую большую. От Махеева майонез всегда пригодится. 100 рублей 90 копеек. Выгодная упаковка, пишет нам производитель. Здесь 630 грамм. Коровина есть и здесь. Сейчас 364 рубля. Вот такая вакуумная упаковка. Балаковая. Ну, уже мы про нее много раз говорили. В компании колбасные традиции. Сосиски сливочные от Анкома. Это Анком. Не перепутайте. 338,70. Категория Б. Цена указана за килограмм. Ну, здесь явно полтора, наверное. Парнаса. Категория А. Сырокопченая. В вакуумной упаковке. 224,20. За штучку. И в этой штучке 300 грамм. Махеев томатный соус по 21,20. Это хорошая идея. Хранить соусы в холодильнике. Эти продукты от Анкома я постоянно беру. Шейка царский аппетит. Нарезки 200 грамм. 160 рублей. 80 копеек. В принципе, это все одно и то же. Сосиски сочный гриль. От Папа может, кстати. Вот эта новинка вроде бы. 276,60. Цена. Это цена за килограмм. Вот здесь, например, аж 1 килограмм 600 грамм. Наконец с вами вот этот ценник. Товары без наценки здесь. И акция приличная. Пока это, по-моему, самая большая разница в цене до акции после нее. Смотрите, 286,70. Это без акций. 255 рублей. Это по акции. Соответственно, сколько у нас получается? 31 рубль. Это самая большая пока выгода. На шпикачке Анком домашний. Мне показывала вот этот отдел. Сельцпо-шведский филе. Кусочки с овощами в майонезе. 200 грамм 82,50. Крем-кальмар. 180 грамм 80 рублей 70 копеек. Лунское море. Но, ребята, это огольный майонез. Как мне кажется. Масленная рыба. Набор к пиву. Холодного копчения. 200 грамм 73,60. Икра лососевых рог. Рыб структурированная. Давненько мы ее не видели с вами в светофорах. 102,20. Очень ждем хороших поставок к Новому году в магазинах светофорах. Икра лососевых рыб. Имитированное сокровище океана. 200 грамм 34,20. Еще есть коктейль из морепродуктов. Рассоли от компании 2 капитана 199,40. Балтийский берег берем всегда. Как говорится. Сельфиле по-царски. Масли с укропом 193,90. Еще есть вот такой продукт. Это от компании Санта-Бремор. Обратите внимание. Немножко другая упаковка, нежели в других сетях. Посмотрите. Здесь приличное количество икры. 107,50. Цена за 160 грамм. Например, такая от компании Фишмен. Мне кажется, икры здесь поменьше. Банка стекло. 180 грамм 86,60 цена. Или вот такая. Здесь еще какие-то примеси овощей. Это рыба рубленая, красная 86,60. В общем, это я к чему. Балтийский берег. Здесь явно икры больше. Но и цена чуть подороже 107,50. Сельфиле в масле с луком. Очень вкусно от компании Викинг. 122,70. А Викинг это Смоленская область. Знаете, они привозят еще в таких огромных упаковках эту селедку. Ее очень хвалили. А рядом от этого же Викинга с кумбрия в масле с пряностями. 175,90. И вот что-то осталось тут от Викинга еще. Это атлантическая закуска в томатной заливке с овощами. Смоленский производитель. 146,20. Их продукцию очень даже хвалили. Кто не хочет сам заготавливать овощи, хотя квасить там, мариновать, пожалуйста, можно готовый купить набор для рассольника. 350 грамм 40 рублей. Тут вам и капуста по-корейски, которая элементарно на самом деле готовится. Также морковка со спаржей по-корейски. Капуста маринованная. В общем, ассортимент большой. И еще по-грузински. На самом деле это просто со свеклой. 97,90. И, конечно, огурчики. Я их покупала, когда срочно нужно. Неплохие. 74,30 за 800 грамм. Кетчуп томатный. Мечта хозяйки. 67,70. Цена за 350 грамм. Майонез ряба в большой упаковке. Здесь аж целый килограмм. 135,40. Снеки я тоже не обхожу. Бывает кое-что интересное. Вот такие новые снеки. Кукурузная. Де Луна. 85 грамм чура со вкусом карамели. 87,50. Цена. Что-то новенькое. Они еще такого цвета. Коричневатые. Выгодные чипсы, которые я показывала. 78 рублей за 105 грамм от компании Русская картошка. Это дешево. Еще одни кукурузные новые снеки. Сыр колбас называется. 100 грамм 69,60. Русские сухарики их тоже показывала. Это тоже компания Рускар. 23,80 за 50 грамм. Эту полочку мы с вами тоже уже рассматривали. Здесь вот пасту. Жемчуг детскую можно приобрести. По 6 рублей. Экономия будет с каждой упаковки. И полочку, да, подробно я вам тоже показала. Вот это Рексона, мне кажется, новая. Так, это Докленд. 130 рублей, 150 миллилитров. И новая Рексона Мэн. Да, ее не было. 222,70 цена. Остальное вроде бы мы с вами все смотрели. Видите, Рексону так обильно выставили. И Локолют паста. Кстати, в зеленой упаковке. Мультики она называется. Сенситив. Для чувствительных зубов, видимо. Вот здесь сбоку стоит 144 рубля. Новинки определяю исключительно по свежим таким хрустящим ценникам. Я бы так их назвала. Интересные товары ближе к кассам. Вот такое пирожное бисквитное для детей с шоколадной начинкой. Фанни Ями называется. Без добавления сахара. Без искусственных красителей. Несмотря на цвет, да. 89,80 цена. Ой, мам, бы не грешно взять 116 рублей. Вот ей здесь ближе к кассам. 116 рублей за упаковку 140 грамм. Лаковый болтончик Геркулес Бар. 40 грамм 28,30. И шоколадка Бушерон. Обратите внимание. 90 грамм. 128,30. Цена. И еще и разные варианты. Смотрите. И с клюквой горький. И с, значит, соответственно, с апельсином. Со вкусом цитрусовых. И я думаю, что праздники, да. Не заканчиваются никогда у нас. А кто производит Бушерон? Вот интересно. Вставитель компания Собрание. Ярославская область. Вот с клюквой, наверное, вкусно. Эту акцию тоже вам показывала. Товары без наценки. Но это пюре картофельное. Кому интересно. Кстати, на одной упаковке аж 20 рублей разница. Ну, удивительно, конечно. Конечно, на сардельках я еще понимаю. И там цена все-таки 100 с лишним рубля. А здесь 66,46. Бушерон. Есть еще вот такой молочный шоколад. Тоже цена такая же. Еще одна шоколадка. Но это уже компания Победа. 42,80. Аксель. И рядом от пористый шоколад по 34,90. Честно сказать, я вернулась к тому, с чего я начинала. 35,90. Вам обойдется еще вот такая мишура новогодняя. Длина ее 2 метра. Диаметр 9 сантиметров. Мне кажется, даже в фикс-прайсе дешевле 50 рублей. Сейчас уже ничего не найдешь. 35,90. В общем, обязательно приезжайте в магазин Маяк на Полковском шоссе. А, звезды я вам забыла показать. Вы представляете? Вот эта гирлянда 462 рубля. Звездное небо 2,5 метра. Кто-то ее даже умудряется не только внутри дома вешать, но и на улице. Но не рекомендую так поступать. В общем, обязательно приезжайте в магазин Маяк на Полковском шоссе. Хотя бы за недорогими новогодними товарами, которые лежат рядом с кассой. Ценников товар без наценки очень мало. Меньше, мне кажется, чем было в прошлый раз. До свидания, до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока.